Добрый день, мои дорогие. Сегодня полнолуние, суперлуния. Все очень любят такие моменты, такие периоды. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в пространстве, какие новые интересные энергии властвуют. Может быть, какой-то переворот на 360 градусов у кого-то произошел. Сознание в жизни еще как-то. Прекал бы я сегодняшнее видео. Вы сейчас уравновешиваете, пытаетесь сбалансировать какие-то сферы своей жизни. Может быть, готовитесь к какому-то новому этапу. Может быть, он у вас уже проигрывается в той или иной степени. Но если он уже начался, то здесь не яркое, не насыщенное, не интенсивное его прохождение максимально, как будто больше начала. У кого-то только будет. Но вы здесь сами своей энергией запускаете какие-то события. Может быть, вам предлагаются некие варианты, некие возможности. И вы выбираете, что из этого брать, что не брать, на что соглашаться, в чем участвовать, какую идею продвигать. Что? Выполнять своей энергией. И по десяточке пентаклей вы достаточно мудро здесь распоряжаетесь своим временем, своей энергией, куда следует, куда не нужно. Может быть, вы здесь даже несколько управляете колесом фортуны. Здесь такая сейчас информация, что поток идет не для себя. Даже запускаете это колесо фортуны, какие-то удачные события, стечения обстоятельств. А вы можете здесь для кого-то управлять колесом, либо действительно что-то делать, помогать. Либо у вас просто странные могут видеть таким человеком, который может чем-то помочь, что-то прояснить, как-то направить. Так, ну я думаю, что это уже основная информация, не сигнификация. Король лето. Давайте посмотрим, это энергия или некий персонаж. Ну какой-то человек, какой-то мужчина по вам скучает. Если у вас есть отношения, то это мужчина у вас влюбленный. Если у вас как таковых отношений нет, то это просто. Это какой-то знакомый для вас мужчина, который может скучать по вам. Ну знаете, по десяточке жезлов, если проигрывается вторая история о том, что это не ваш мужчина, не ваша пара, это то, с кем вам было сложно как-то общаться. Может быть, вы предполагали когда-то отношения, но возникли некие сложности, которые вы поняли, что не сможете преодолеть, или даже не захотите, потому что вам не подходит что-то. Какие-то вот заблуждения, неясности, тайны по луне могли быть. Но сейчас вам дается новый шанс. Может быть, как-то по-новому начать общение с этим человеком. Может быть, какие-то сложности преодолеть. Вот именно те моменты, которые вы для себя прежде видели сложностями. У кого-то это может быть даже человек с работы, который может вам, знаете, либо предложить по Тузу Пентакли какое-то сотрудничество, что-то совместное. И это действительно будет для вас шансом, чем-то прибыльным, выгодным. У кого-то здесь откажется, потому что каким-то своим личным мотивом, соображением захочетесь мужчиной сотрудничать. Но это зря. Если вы думаете, что мужчина вам предлагает что-то, какую-то работу, сотрудничество, проект, даже дружескую встречу, но лишь потому, что вы нравитесь ему как женщина, а вам, например, он как мужчина не то чтобы не симпатичен, да, но есть те, кто вам нравится больше, то вы здесь зря отказываетесь, потому что вот именно то дело, оно и может иметь классный результат. Как-то не расценивайте всех мужчин именно как для отношений, да. Вот не видите в мужчинах только вот эту вот мужскую стезю своего потенциального мужчины. Здесь можно как-то более широко смотреть, в плане того, что можно просто общаться, можно сотрудничать по работе, по делам. Это нормально. Какой-то новый путь, новое видение. Может быть в работе, может быть опять же вы как-то такая, знаете, девушка, женщина больше, я все сама. Да, и предложение мужчин вы всегда видели через призму, я ему нравлюсь, хотела бы со мной замутить. А здесь можно как-то посмотреть с точки зрения бизнеса, прибыли. Так, король зимы, это кто? Энергия. Какой-то мужчина, который на первый взгляд может показаться холодным, очень растудочным, не через сердце действующим, а больше через голову, все продумывающим. В принципе, это нормально, естественно, да, через голову пропускать, особенно для мужчин, а не через какие-то эмоции сердечные. Но вот вам здесь может показаться перебор. Может быть, лично для вас, как вы, так как вы женщина эмоциональная девушка, такая-то очень впечатлительная, эмпатичная, интуитивная. Может быть, действительно это будет бросаться в глаза, потому что какая-то отличительная черта этого мужчины. Также он здесь может быть социально очень проявленным. Если у вас самооценка не завышенная, да, даже если она нормальная, но периодами может это проседать в вашем собственном видении самой себя, то вы можете этого мужчину увидеть каким-то очень звездным. Можете посчитать, что у него какая-то звездная болезнь, что он слишком ярко как-то проявляется, слишком уверен в себе. На самом деле нет. Ну, если его работа требует от него каких-то проявлений в социуме, да, то это нормально. Но на самом деле никакой звездной болезни здесь нет. Очень уважительно относится к людям в принципе и к женщинам в частности. Также он может вас увидеть звездочкой яркой, интересной, социальной, проявленной. Даже если вы какая-то скромная, стеснительная вообще в принципе, или в моменте будете не очень настроены на то, чтобы как-то себя транслировать, на большую публику что-то озвучивать, все равно он вас увидит звездочкой. Может быть, какой-то считает ваш внутренний потенциал, который в полной мере не проявлен, что вы в принципе на это способны. Какие-то ваши, может быть, творческие способности где-то глубоко внутри сокрытые. Ну, по императрице здесь, может быть, мама, у мужчины есть, который прям, у них такой контент, достаточно близкое общение. Я думаю, что не контент, а коннект. Вот, хотя все может быть, да, может, какое-то совместное дело с мамой. Также вот к женщинам через призму мамы-императрицы он может также относиться как-то с восхищением, с придыханием на них смотреть. Поэтому вы здесь не волнуйтесь, даже если он о себе как-то заявляет очень ярко. На самом деле у него нет женщин, единственная женщина, которая у него есть, это мама. Даже если мама сама, как звездочка, очень социально ярко проявлена, это мужчина больше одиночка. И здесь пугаться нечего, да, это не серия ему столько лет, почему же он до сих пор один. Наверное, с ним что-то не так. Нет, здесь все абсолютно так, но иметь в виду какое-то тесное общение, дружба с мамой, его нужно иметь в виду, наверное, понимать, что такая черта, такая особенность есть. Но, в принципе, мужчина абсолютно свободный, даже по карте отшельника, наверное, больше предпочитающий одиночество, уединение. Даже если он прибывает в каких-то шумных компаниях, в одной, в другой, с друзьями, с какими-то людьми общается, потом все равно ему нужно время на рефлексию, на уединение. Для него вот обязательный этап, обязательное занятие. Может быть, в принципе, любит праздники, может быть, в последнее время какие-то там мероприятия проигрываются, до такого сечения обстоятельств, что просто одно с другим мероприятием. Кстати, это может быть не только у мужчины, но и у вас. Вот здесь уже информация прошла про женщину, пошла по девяточке кубков, по девятке лето. У вас здесь действительно насыщенное лето. Даже если вам казалось, что июнь, июль у вас были достаточно спокойными, какими-то пассивно отдыхающими, может быть, в режиме ожидания чего-либо, то здесь у вас, правда, какая-то интенсивность прослеживается. Во всяком случае, точно ускорились вы и ускорились события пространства вокруг вас, по сравнению с тем, что, может быть, было еще в предыдущем месяце. У вас здесь может быть картинка в голове, как вы представляли себе это лето, что вы планировали на него еще в мае, и по факту, как оно проигрывалось это лето. Это совершенно разные картинки здесь могут быть, но сейчас у вас однозначно какое-то сияние, свечение, эмоциональность, проявленность чувств, эмоций. Даже если, в принципе, здесь девушка, которая больше склонна скрывать какие-то свои чувства, то здесь так или иначе они прорываются наружу. Где-то вы уже сами позволяете показываться, где-то они просто, без вашего контроля, без вашего разрешения, в результате чего-либо каких-то событий, ситуации выходят наружу. И здесь больше со знаком плюс. Ну, потому что по девятке кубков однозначно вы кайфуете, но тоже больше в одиночку. Я бы не сказала, что здесь прям такая компания-компания. Даже если есть люди вокруг вас, какая-то компания, но вы как-то больше обособлены, как будто по двойке лета у кого-то здесь может быть любовь, какое-то любовное начало, любовное продолжение. Такая вот у вас сейчас какая-то романтичная энергия. У кого-то проиграется, может быть, даже у большинства смотрящих больше, чем половины, но не у всех. У кого-то это не прям проявленность в паре. У кого-то просто какая-то симпатия, уважение, теплота, чуть более близкое общение с людьми, чем когда-то раньше, может быть, недавно. Может быть, по семерке лет у вас когда-то уже был период активного общения с людьми, в принципе, или с какими-то определенными людьми, с какими-то определенными чертами, близкими вам по духу. У вас такой период уже мог когда-то быть. Либо общение в принципе, либо вот общение вокруг чего-то, по какому-то поводу, в каком-то, знаете, определенном месте, которое объединяет людей. Я бы не сказала, что здесь на 100% эта работа проигрывается. Но у кого-то, может быть, это в том числе там работа, увлечение, еще что-то. Как будто бы даже больше какая-то иная тема идет. Но это именно люди, объединенные вот чем-то общим. Ну, по рыцарю Пентакли какая-то здесь основательность, продуманность. Вы не распыляете энергию даже на общение, на посиделки. Если вы с кем-то встречаетесь, то это тоже люди вам близкие, люди, с которыми вы что-то обсуждаете, что-то понимаете, что-то получаете, о чем-то договариваетесь. Также может быть, знаете, какое-то замедление, но оно вот локальное, точное. В принципе, сейчас, скорее всего, ритм вашей жизни, ритм событий, он ускорился. Но какое-то здесь, может быть, замедление вот в моменте точечное, да, в какой-то определенной ситуации, на какой-то определенной встрече. Как будто вы здесь отпустили такую, знаете, свою скорость, какой-то темп, а наоборот, ненадолго образцы управления отпустили, да, и вот как-то немножечко замедлились. То есть это не продолжительный период, это именно какое-то вот замедление где-то в чем-то. Ну, по девятке Пентакли, по девятке осени, может быть, вы здесь буквально уже готовитесь, ой, к осени, да, обновляете свой гардероб. Если у вас здесь, если вам это актуально, там, покупаете что-то к новому учебному году и так далее. Ну, здесь вы можете, в принципе, получить удовольствие от того, что вы делаете. Удовольствие от покупок, получать удовольствие от того, что вы, например, гардероб готовите, косни там все, перекладываете, перевешиваете, меряете. И вам действительно в кайф этим заниматься, не какая-то для вас изнуряющая обязанность это выкинуть, здесь помыть, здесь почистить. Нет, вам приятно чем-то заниматься, чтобы вы не делали. Может быть, кто-то здесь чистит вот список, знаете, литературы какую-то, свою библиотеку, может быть, у кого-то домашнюю, у кого-то еще что-то. Как будто вы с какой-то такой даже, может, темнотонной деятельностью заниматься, вот именно руками что-то делать. Это не работа, это не какое-то ваше увлечение, не основная деятельность, это что-то совершенно другого рода, как будто вам это правда надо, это очищает мысли. Ну да, такое, знаете, расхламление, очищение, и даже не обязательно, что это у вас дома. Может быть, еще где-то что-то вы делаете. Ну, попажу Пентакли, вы либо вспоминаете здесь свои какие-то детские времена, например, как вы в школу шли, в первый класс, или в свои эмоции, в принципе, когда заканчивалось лето, начинался сентябрь. Может быть, для вас это какой-то особенный период, и совершенно не обязательно, что здесь какой-то грустью, меланхолией со знаком минус, что лето закончилось. Нет, у кого-то, может быть, как раз-таки наоборот, со знаком плюс, с какой-то вот радостью. Например, я, наконец-то, увижу своих, не знаю, детсадовских школьных друзей, которые не видел все лето еще что-то как-то. Либо это какая-то вот ваша тема, ностальгия, но именно здесь такая не унывающая тема, а именно вот ностальгия, приятная, теплая, наполняющая ресурсом. Далеко не всегда ностальгия вот может быть такой, но здесь как будто именно это. Либо действительно Паша Пентакли, он здесь герольт осени в этой колоде, да, такой вот милый, замечательный. У кого-то может быть ребенок, вы здесь как-то очень заняты делами ребенка. Это именно дела обязанностей, но в то же время они для вас приятны. Может быть, какая-то подготовка, покупки, там даже некий мандраж, если, например, куда-то в первый раз кто-то идет. Вот такие вот энергии ненапряжные, не совсем легкие, не совсем праздничные, с какими-то, да, торжественными нотками. Ну и на 100% это прям праздничные, легкие. Какие-то здесь дела и обязанности также прослеживаются, да, но в принципе общее настроение, как у всех сейчас, да, перед началом учебного года. И у вас как-то особенно такое достаточно солнечное, полное надежд. Оно не иллюзорное, оно не в розовых очках, но достаточно полное надежд, я бы так сказала. Ну, по восьмерке Пентакли вы можете здесь достаточно основательно, тяжело даже как-то работать. Может быть, кому-то сейчас тяжело ходить на работу, когда хочется последние денечки августа. Вы же простите, что я так много вам сегодня напоминаю. Не знаю, почему такая информация идет, да, что заканчивается лет через две недели, чуть больше. Хотя нет, уже не больше, уже через две недели. Вы простите, что я вам это напоминаю, да, если вам неприятно это слушать, то не смотрите, выключайтесь. Вот, ну, как бы это идет, я это озвучиваю. Есть в пространстве такие энергии. Кто-то может быть здесь вот в режим рабочий, может быть, утренний подъем, может быть, буквально работа. Достаточно тяжело входит, как будто последние денечки августа хочется их там догулять, особенно если у вас сейчас жарко, да, как будто бы ночью напролет, пока лето не закончилось. Вот прям по максимуму взять этого тепла, этой радости, да, этих вечеров. Кто-то здесь может прям грустить. А, кто-то здесь может на работе грустить, что типа вот люди доголивают лето, а у меня такой возможности нету, да, я тут на работе пухну, тухну, прокисаю, не знаю, вот это тщетно, может быть, единичная информация. Ну, вы знаете, по десятке лет у вас все хорошо здесь. Либо у кого-то есть семья, с которой вы можете общаться на расстоянии, поэтому у вас есть уже очень много, из того, что нет других людей, вот явно есть чему порадоваться, да, а не унывать. У кого-то здесь может быть не семья, но по десятке кубков какие-то внутри вас зачатки того, что вы можете возрастить в крутые эмоции. У кого-то какие-то романтические начала, у кого-то там, не знаю, друзья объявились, с которыми вы раньше очень тепло общались, да, у кого-то, наоборот, новые люди, которые впоследствии могут стать вашими друзьями. То есть здесь грустить абсолютно не о чем. Здесь как-то вот, ну, может быть, у кого-то это трансформация какая-то через работу, либо вы предвкушаете, предвидите, что у вас, да, в сентябре очень такой наплыв будет работы большой, и для вас это будет как-то вот очень тяжело. Больше времени, сил ни на что не останется, и как будто бы уже оплакиваете заранее. Но говорят, что у вас оплакивает абсолютно нечего, потому что по десятке кубков тут все очень хорошо. Может быть, какие-то будут приятные сюрпризы, о которых вы пока не знаете, не ожидаете. Да, у кого-то вам напоминают о том, что есть моменты, которые вы сейчас можете поднять повыше в своем восприятии, чтобы не расстраиваться из-за чего-то, хотя особых причин расстраиваться здесь и нет. Как будто бы здесь на первый план выдвинуть именно что-то радующее, наполняющее. Говорят, что у вас однозначно это уже есть, но вы можете здесь как-то недооценивать. Да, переключать фокус внимания на темный аспект, а вот как раз-таки солнечный, тот, который у вас сейчас очень насыщенный, проявленный, как-то вот задвигает в сторону, типа да это ничего особенного, да это ничего не значит. Здесь можно как-то более благодарно, более оптимистично, более с надеждами на будущее, потому что здесь правда все может быть хорошо, если вы не загубите все в своем пессимистичном настроем. Ну слушайте, здесь очень крутая у кого-то может быть победа, я думаю, что не у всех смотрящих императора шестерка осени. Это действительно что-то для вас равное победе, может быть какое-то дело уже очень длительное, которое вы начинали, оставляли, возвращались, и так было сто пятьдесят пять раз, но для вас это правда важно, иначе вы каждый раз не возвращались. Вот какое-то по победе дело. Даже если это просто хобби, которое вы забрасываете периодически, например, зимой вам холодно и лень, а потом вы начинаете снова, или там как-то с понедельника, с нового года, с нового учебного года, еще каким-то образом, то вот не зря вы там возвращаетесь. Там для вас что-то есть, какой-то ресурс, какое-то осознание, что сделает вас сильнее, что сделает вас круче, что сделает вас счастливее. Я не чувствую, что здесь прям какой-то мужчина для женщины, да, но если вам это актуально, вы можете, в принципе, для себя и такую трактовку взять. Но больше здесь, как император, это какое-то дело. И вот, наконец, будет победа в этом деле. Что бы для вас ни было, но это не новая тема однозначно, это то, что вот как будто бы вы уже закрывали, открывали. Даже если вы пробовали, например, разные виды своего дела, какого-то своего там даже мини-бизнеса, как будто бы здесь вы можете вот войти сейчас по-новому. Вот эта вот свежая струя, да, к концу августовская, сентябрьская. Может быть, у вас в голове уже что-то зреет какой-то проект, какой-то уникальный продукт творческий, который вы можете предложить людям. Уже вы проанализировали какие-то их потребности, какие-то незакрытые, да, моменты. То, что действительно может быть интересно и полезно. И можете как-то уже, в принципе, предложить тот бизнес, ту идею, что вы предлагали прежде, но уже более клиента-ориентирован, уже отталкиваясь от того, что точно нужно людям, тем, с которыми вы коммуницировали, тем, которые к вам уже обращались однажды. Кважу кубков. Это может быть, правда, какое-то ваше любимое дело. Может быть, сейчас самое время его извлечения переводить именно уже в дело, в работу. Это уже не совсем хобби, да, это больше, чем хобби. Вы уже здесь накопили столько знаний, умений, навыков. Это уже действительно гораздо больше, хочется сказать, чем хобби. Ну и плюс, это может как ваш, значит, такой ребеночек, детище выступать. То, что действительно вы любите, то, к чему вы очень круто, тепло относитесь. Даже если периодами разочаровываетесь, все равно потом с любовью туда возвращаетесь. Ну, еще, знаете, по справедливости, по иерофанту, это кто хорошее, что-то одобряемое высшими силами. Может быть, даже если вы не понимаете, как, но через это дело, через эту деятельность вы можете помогать людям. Да, например, у людей там будет легкая осенняя депрессия, да, а тут вы открываете свою школу танцев или организовываете какую-нибудь свою художественную встречу, где вы сможете порисовать. И это людям позволит высвободить какие-то свои накопившиеся, не самые светлые, не самые позитивные эмоции, отпустить их таким образом. И при этом какой-то для себя еще ресурс в творчестве взять для того, чтобы дальше в жизни реализовываться, спокойно идти, да, без лени, без напряга, без какой-то обесточенности, обессиленности. Есть какой-то соблазн, может быть, в ближайшее время, связанный с победой. Может быть, вы здесь будете победу видеть в одном, а она заключается в другом. Может быть, то, чего вы хотели, но это не то, что прям вот глобальное, самое любимое, самое важное, да, какая-то вот, не то чтобы мелочь, что-то более мелкое от вашей глобальной цели. Вы можете это увидеть уже не таким успехом, не такой победой, когда вы можете сейчас уже находиться вот в этом состоянии, когда что-то проигрывается. Да, и когда у вас этого не было, вы видели это как-то гораздо более радужно. А сейчас поспокойней. Надеюсь, вам очень важно быть в этом вопросе справедливыми. Если это правда то, что вы хотели, то, что вы строили, то, что вы просили. У кого здесь может быть какой-то уход, крушение иллюзий, в плане того, что то ли не совсем, то это какая-то вот отдельная сейчас тема идет. Есть такая, к сожалению, да, куда без этого. Ложка дегтя в бочке меда, потому что, значит, энергии хорошие. Они спокойные, но они хорошие. А вот это вот какое-то, ну вот, правда, искушение. И да, может быть, все будет классно складываться, а вы вам покажете, да как-то вот это скучно, когда я, в принципе, вообще не этого хотела или хотела. Ну вот по двойке жезлов, может быть, как-то вы здесь уже как будто бы что-то делаете, уже каким-то путем идете, но как будто можете еще продолжить выбирать. вот то, что у вас есть, не сильно ценить, как-то не воспринимать это прям каким-то своим выбором осознанным. Да, ну вот есть, сейчас и есть. Можно еще что-то посмотреть. Ну вот это будет такой соблазн, на самом деле. Вам говорят здесь, будьте внимательны, думайте хорошенько, не потеряйте то, что правда важно. Да, потому что когда у вас есть что-то, нам может казаться это не очень ценным, что будет что-то лучшее. А вот если потом это потерять, то взгляд может уже кардинально поменяться. Да, поэтому лучше это понять сразу, не теряя. Слушай, ну девочки здесь будут очень красивыми. Если девочки одинокие, то вы будете здесь очень притягательны для противоположного пола, для мужчин. Может быть вы будете активно догуливать, да, последние теплые денечки. Ну последние очень условно, да, эти денечки будут еще месяц, как минимум. Вот, но вы можете здесь вдруг спохватиться, начать активно носить платье, и будете в этом выглядеть наиболее женственно и привлекательно. Да, даже если вы там, например, летом в ухах могли, когда пяли, там, летний топ, но при этом штаны, брюки, то здесь вы будете прям как-то, ну вот стремиться себя украсить, хорошо выглядеть, у вас прям будет вот такое желание. А с чем связано это желание? Ну кто-то желает на романтике, поэтому будет выглядеть особенно прекрасно. У кого-то здесь мужчина как-то вам дарит свою любовь, у кого-то более проявлено, то есть вы находитесь в паре, и скорее всего это еще какой-то конфетный, букетный период, когда вам очень хочется наряжаться, очаровывать молодого человека. У кого-то здесь не совсем так, да, но вы просто чувствуете себя какого-то парня, какого-то мужчины, может быть ни одного, в принципе, вот такие энергии из пространства, что вот вы интересны, вы привлекательны, вас отмечают, вас угощают, вам делают комплименты, вас приглашают куда-то, как-то вы нравитесь, и вас это вызывает какое-то еще больше желание нравиться, да, еще больше желание быть красивой, интересной, привлекательной. На самом деле вы достаточно справедливы, вы здесь не из серии там накрасила губы поярче, да, сделала муреник на пол лица, напялила платье, да, и пошла с всеми знакомиться, всем улыбаться. Нет, вы здесь как бы и хорошо выглядеть, стараетесь, да, даже если у вас какой-то дефицит времени есть, но при этом вы здесь очень обдуманны, вы не кидаетесь в объятия какого-то первого встречного, вы наблюдаете, анализируете, вы эти поверховные зрители достаточно справедливы, вы как-то тут не навязываетесь, даже если вам это нравится, не проявляете чрезмерную инициативу, но при этом даете возможность проявиться мужчинам, вы здесь уже не говорите, что я сама, там, не надо, я лучше так, мне быстрее так, не буду как-то, позволяйте с собой ухаживать, я бы так сказала. Хотя говорят, что еще недавно у вас был такой период очень холодный, у кого-то, может быть, даже период затянулся, когда вам не хотелось, когда вы могли людей как-то от себя отсылать, наверное, даже больше, в частности, мужчин, вот, но это туз зимы сменился на туз весны, как бы здесь еще не совсем лето, не совсем жара, наверное, у большинства еще не отношения как таковые, там, не любовь-морковь во всей ее красе, да, какие-то просто вот зачатки симпатий, но порой это предвкушение любви, оно бывает гораздо даже приятнее, чудеснее, чем вот, когда уже есть отношения с кем-то своими моментами, это отношение, в котором нужно работать, обсуждать, говорить, что-то там выстраивать, договариваться, а вот это вот прекрасное весеннее предвкушение любви и отношений, оно бывает зачастую более приятным и прекрасным. Какие-то новые миры сейчас для вас открываются, то, что вы там, может быть, неделю, месяц назад вообще себе еще представить не могли, и уж тем более весной, зимой. Действительно умеренно, спокойно это происходит, может быть, вы здесь рассчитывали на какие-то другие миры, на какие-то другие возможности, но однозначно вы для себя что-то новое открываете, может быть, новые люди вам транслируют, что новое, как-то вот по-другому, вроде бы то же самое, тот же самый формат общения, но при этом люди вам транслируют абсолютно другое, абсолютно другие энергии, и вы делаете для себя абсолютно другие выводы. Ну, какой-то мужчина-крыса у вас был, не без этого, который то ли вас предал, то ли вы так воспринялись, что он вас предал. А, ну, какой-то, наверное, треугольник был в той или иной степени, не хочется, мне численько смотреть, любовный, платонический, с мамами треугольник, еще что-то, ну, потому что здесь вот король Жезлов и королева Жезлов, абсолютная пара, есть еще королева Пентаклий. Может быть, здесь больше, знаете, такие люди потусить, какой-то мужчина из вашего прошлого, и такая же вот женщина была, может быть, даже из его компании, но не обязательно. Вот из серии потусить, да, король Жезлов, королева Жезлов, в принципе, неплохо, энергия огненная, но как будто бы здесь потоки тот, что они не очень серьезные, такие легкомысленные, вначале делаем, потом думаем. И, конечно, здесь женщина думала про себя, мужчина думала про себя, да, каждый из них про себя, но, в принципе, они так зеркально достаточно друг к другу подходят, каким-то своим эгоистическим, льдовлюбящим праздновать все и всюду энергиям. А вы здесь могли быть такой королевой Пентаклий, более серьезной какой-то. Может быть, вы много работали, может быть, вы за что-то отвечали, какую-то ответственность несли, но у вас другая энергия, какая-то более основательная, более серьезная. Может быть, вы здесь были старше. У кого-то может проиграться, что это вы с мужчиной только-только начинали встречаться, поэтому у вас были такие вот энергии. Праздника, свиданий, прогулок, достаточно огненные королева Жезлов, но здесь вот королева Пентаклий, это может быть женщина старше, буквально мамочка-то, которая как-то вот здесь подкинула и даже ни одну ложку дегтя. Это все обнулилось. Вы смотрите, колдун, то есть человек, который, ну я не буду говорить, что магичил, да, особенно если это была мама, но человек, который хотел продвинуть какие-то свои идеи, не обязательно открыто и навязчиво, но может быть даже как-то мунипулятивно, но вот именно свои какие-то умные настроения, то, что было удобно, выгодно ей. Но это все абсолютно обнулилось. Может быть, у кого-то это какая-то очень старая, давнишняя тема, но вот до конца обнулить было очень сложно. В плане того, что у вас с этим мужчиной отношения не сложились, и вы потом сказали, слава богу, да, и перекрестились после этого. Вот. А какие-то вот как будто осадочные, осадочные явления, осадочные явления, они могли еще какое-то время после оставаться. Вы никак не могли это убрать, чтобы вы не предпринимали. И вот если вы понимаете, что это ваша ситуация, то у вас это окончательно ушло, счистилось, обнулилось. У кого-то, если это актуально сейчас, да, и мама там хотела что-то там наговорить своему сыну, ну, не то чтобы плохое, да, но вот преподнести какую-то свою точку зрения, как единственно верную, как самую правильную, может быть, даже как-то с вот этими вашими огненными энергиями не схожую, какую-то абсолютно здесь свою, каких-то своих соображений, то не получилось, да, ну, как бы это могло иметь какой-то эффект час, два, три в процессе разговора, после разговора, и очень быстро это обнулилось, потому что здесь мужчина тогда сознательный, который, ну, понимает, что это мамино мнение, это мамино, да, как бы я не любила, это моя мама, да, но у меня есть свое мнение, тем более, если это не мамино ситуация, а моя ситуация из моей жизни. Ну, могу, конечно, послушать, люблю маму, не буду там ее откровенно перебивать, ну, какие-то гадости ей говорить или настраивать меня как-то определенно, я тут тоже не позволю. Какой здесь назревал конфликт, но не случился. Кто-то был заинтересован в этом конфликте, кстати, тоже мужчина какой-то более основательный. Может быть, даже какой-то ваш бывший, вы как королева Пентакля, и он как король Пентакля, может быть, это ваш буквально бывший муж, особенно если дети есть. Может быть, просто мужчина какой-то, типа, более основательный, может быть, у кого-то старший, который как-то более мудро, более прошаренно смотрит на жизнь, ну, как-то не назревал. Назревал, но обнулился. Ну, потому что если есть любовь, если есть чувство, это есть. А если этого нет, значит, этого нет. Либо же здесь может быть такая еще история, что долгое время по четверке кубков, по четверке лета находятся в зоне комфорта, в одиночестве, в уединении, ну, в каких-то своих определенных обстоятельствах, и сильно от них не отходят. Это уже стало чересчур. Здесь уже пора выходить из зоны комфорта тогда. У кого-то здесь затопило прям чувство. У кого? У того, кто защищался от этих самых чувств. Кто же это? Тот, у кого сейчас начинается новый путь. Даже если у этого человека там новый путь уже, знаете, год или больше, начинается-начинается, и, кажется, все никак не начнется. Все-таки он начинается. Пробуждение. Как будто бы это не ваше, не смотрящие девушки, как будто бы это еще чье-то пробуждение, каких-то других людей. Может быть, даже здесь несколько людей, с кем у вас были, есть какие-то энергетические взаимосвязи, даже если тонкие нити, но как будто бы они вот либо были когда-то, либо даже могут у кого-то наблюдаться сейчас. И у этих людей начинается потихоньку пробуждение. Например, они винили в каких-то своих проблемах в жизни вас. Сейчас они очень медленно, аккуратно все-таки начинают доходить до того, что в своих проблемах каждый виноват сам. Это просто как пример. Здесь может быть что-то еще. Пробуждение какого рода, кстати. Кто-то здесь может думать про свой уход, либо сожалеть о каком-то уходе из отношений, который был когда-то там давно. А кто-то, наоборот, сейчас хочет уйти из каких-то отношений, да, понимая, что абсолютно не тот уровень, не те отношения, не тот человек, там нет любви. Как бы казалось, там то, что надо, подходит, там все удобно, классно, супер, замечательная картинка, но по факту вот внутри тепла нет в этих отношениях. Да, есть холод, постоянные конфликты. И, кстати, здесь, скорее всего, конфликты у мужчины с мужчиной. Вы посмотрите на эту карту. То есть, например, у нас какая-то в отношениях женщины может быть, но при этом конфликты с мужчинами. Может быть, на работе он как-то там с твоей девушкой, он, ну, назревает конфликт, просто молча. Да, как-то больше мужчина молчит, ничего не говорит, ничего не пишет. Или, там, например, если они живут вместе, уходят на работу. А вот на работе уже эту энергию скрывать, да, не давать ей выплеска не получается. Может быть, он сам того не понимая, как-то неосознанно транслирует такой, знаете, свой агрессивный вид и заводит эти конфликты, даже если ему кажется, что они как будто бы извне, а других людей направлены в его сторону. На самом деле здесь, может быть, он сам как-то притягивает эту энергию. Победа здесь какая еще? Ну, у кого-то вот преодоление холодности, какой-то, знаете, застарелой закостенелости, сидение на одном месте, там, где неуютно, некомфортно, там, где не тепло однозначно. Так, а это у кого? Как будто тоже какая-то другая история. Так, а это у кого? У человека, который много работал. Неважно, здесь пол, мужчина или женщина, если вы много работали вообще в принципе на своей работе, да, или в каком-то определенном направлении, даже если работа такая не совсем заметная, не знаю, там, психологическая работа над собой, например, то вот человек, который много над собой работал, не винил кого-то, да, там, не находил какие-то самые удобные объяснения, лежащие на поверхности ему становилось легче, да, там, не знаю, закритиковав жестко кого-то. Не факт, что я прав, но мне так легче живется. Нет, здесь именно работал над собой, да, что-то в себе разбирался. Не то чтобы себя обвинял, но вот какие-то, знаете, первопричины, моментики находил в себе, как будто их разрешал, отпускал, что-то делал с ними. Ну, все, духа проявил, да. Может быть, у человека не складывались, не складывались отношения одни, вторые. И многие здесь продолжат путешествовать по отношениям, да, из одних перескакивать в другие, так, 5, 10, 20 раз, да, а все равно все отношения разваливаются. У кого-то же здесь могло не получиться раз-два, и человек решил остановиться и подумать, да, что же во мне не так, а что я не так воспринимаю, почему не получается, да, сначала я хочу разобраться вообще, что не так, что мне нужно, какой партнер, а потом я уже буду пытаться какие-то знакомства для отношений заводить. Потому что если бездумно опять как-то знакомиться, да, ну, здесь ничего не понятно, ничего не ясно, то будет то же самое по сути. И вот такой подход, он заслуживает того, чтобы была разморозка, того, чтобы был успех, какое-то продвижение в любых делах, будь то работа, будь то отношения, будь то какое-то ваше внутреннее состояние счастья, еще что-то. Так, королева зимы, это кто? Ну, у женщины, которая долгое время была холодной, сейчас у нее вот тут лето, какая-то симпатия, у кого-то может быть даже любовь, у кого-то, в принципе, очень хорошие мирные отношения с людьми, если долгое время какие-то все время были недопонимания, то здесь как будто прям вот энергия поменялась кардинально. Но это может как-то казаться, что это произошло вот так, знаете, резко, кардинально. На самом деле здесь вот полномерная, долгая, муторная работа по этому поводу велась, поэтому результата не может не быть. Так, ваш Жезлов, ваш Весны. Девятка Жезлов. Защищайте свой ресурс, свое хорошее настроение, своего внутреннего ребенка, не позволяйте никому просекать ваши границы, нарушать вашу радость, потому что вы здесь действительно по максимуму этого достойны. Королева лета, королева кубков, любящая, эмпатичная, сострадающая, сопереживающая, действительно девушка, женщина с открытым, добрым сердцем. Вы именно та, кто заслуживает. Цветов, любви, хороших, теплых отношений, ничем не обращенных никакими хитростями, выгодами и прочим. Да, у вас солнышко сейчас повешенный закончился, период болезненного завершения, каких-то своих внутренних драконов, познания завершился. Да, могло бы здесь через треугольники, либо классические треугольники, два мужчины, одна женщина, две женщины, один мужчина, либо и то, и другое у вас как-то проигралось. Может быть, даже треугольники были не совсем об этом, но все равно какие-то три человека. Вот вы и еще два здесь были тесно связаны, и это никому в моменте не приносило ничего хорошего. Да, даже если вдруг кому-то казалось надолго, что благодаря этому взаимодействию трехсторонним все стало хорошо, на самом деле очень быстро этот эффект пропадал и становилось еще больнее. Победили вы все страдания, переживания, холод по поводу лишних людей в вашей жизни, каким образом бы они не проявлялись. Не то чтобы лишних людей, наверное, совсем правильно сказала, а вот именно когда люди вмешиваются не в свою тему, когда люди позволяют себе давать какие-то оценки в вашей работе, при этом совершенно в этом не разбираясь, как будто бы обесценивая, а люди, которые позволяют себе как-то влезать в ваши отношения, даже там где-то в своей компании, давая какую-то оценку, какие-то ехидные критические замечания, при этом у самих полная разруха, что в учебе, что в работе, что в отношениях по всем фронтам, но при этом почему-то люди позволяют себе как-то отзываться о вас, мне это приятно, хотя по факту даже они сами понимают, что вы гораздо выше них, на много уровней, в очень разных сферах жизни. Ну вы здесь попали, вы здесь забили, просто в десяточку, знаете, ваша стрела лука прилетела, может быть, своим уходом вы какие-то очень правильные действия совершили, задали какие-то условия для дальнейших трансформаций, дальнейших изменений, может быть, у кого-то наоборот, вы как-то не то чтобы ушли, а посмотрели, мы развернулись в другую сторону, да, и нашли там более подходящую мишень, более достойную у вас цель, более подходящую. Ну, по четверке жезлов, здесь какая-то стабильность, и люди действительно искренние, ваши люди, может быть, это семья, может быть, еще какие-то теплые здесь взаимоотношения, именно понимающие взаимоотношения единомышленников. Вослаждайтесь солнышком, пока оно есть, не страдайте, что оно скоро уйдет, оно еще не ушло, и будет долгое время, и в первую очередь солнце — это не погода, это не что-то вне, это внутри. Аккумулируйте внутри себя эту солнечную, классную энергию. У кого-то, может быть, здесь, знаете, буквально в последний денечке лета будет что-то грандиозное. Может быть, вы сейчас знаете, при слове «грандиозное» подумали о чем-то об одном, а будет на самом деле совершенно другое. Но для вас это, правда, будет восприниматься как что-то значительное в вашей жизни, что-то сильно меняющее. Я даже не скажу здесь, из какой сферы, какие-то примеры не буду приводить, потому что у каждого свое. У кого-то это будет просто на уровне своего внутреннего сознания чего-то, а у кого-то это будут реально какие-то вот события, которые, может быть, очень долгое время не происходили. Ну, конечно, были свои причины, каждый знает свои причины, да, если вы уже знаете, значит, вы готовы к этим событиям, почему не происходило прежде. Даже если казалось, что вы готовы, но нет, тут все может быть глубже, чем кажется на первый взгляд. Слушайте, ну вы можете заниматься какими-то делами странными, да? Ну, кого-то странными, типа летом надевать коньки, да, не самое подходящее сезон занятия, хотя, в принципе, да, лед, он не обязательно должен быть на улице. У кого-то, может, что более творческое, у кого-то вот именно, знаете, ваше хобби и увлечение как-то здесь очень проявят себя. Интересно. Ну, то есть вы, в принципе, знали, что ваше хобби и увлечение являются для вас ресурсом, может быть, не только для вас, но как будто бы здесь вы еще что-то по-новому разглядите. Какой-то вам подарочек вот в этом направлении будет. Ну да, подарочек, а вот я с его енотов с печенькой. Какой-то, может быть, не такой большой подарочек, может быть, для других людей это вообще что-то незначимое, может быть, вас просто похвалят, да, какие-то ваши заслуги отметят. Но для вас это будет, правда, важно. Для вас действительно будет вот подарок, подарище просто важное. Но для кого-то это просто какая-то милость в печеньке. Ну, потому что время здесь пришло, может быть, вы себя развращивали, знаете, здесь из цыпленочка маленького, да, до большой птицы. Но петух это больше, потому что время пришло. Это курочка, не знаю, яйца какие-то, она там высиживала свои. Но долго вы здесь, знаете, вот с сигарой во рту, с книгой в руках о чем-то раздумывали. Совершенно не значит, что вы курите, да, если не курите, молодцы. Но вот. Может быть, даже, знаете, такой себя обезьянкой чувствовали, что читаю умные книги, кажусь себе глупой или глупым, да. Читаю книги попроще, кажусь себе очень умным или умной. Как-то здесь у вас так могло быть забавно по обезьянке. А здесь, смотрите, опять мёда. Да, там про ложку дёгтя, по-моему, уже в бочке мёда говорила много. Здесь вот именно что-то про мёд. И здесь пчёлы, смотрите, не жалят они этого медведя, потому что здесь медведь с цветами, и они как бы вот уважают, да, какой-то его выбор, какую-то его направленность, не хотят здесь кусать. Как-то всё по-другому складывается. Ну, кто-то здесь однозначно чего-то дождался. Может быть, здесь есть девушки, которые долго там сидели, медитировали, может быть, с закрытыми глазами много спали, может быть, музыку слушали. Тут с чашкой чая, кофе учились радоваться одиночеству, учились радоваться, может быть, разной погоде, ещё чему-то. И кто-то здесь чего-то дождётся, кто-то дождался. Как-то, ну, может быть, вы долго ждали каких-то шансов по работе, повышения, и уже не надеялись. Может быть, вы там уже собирались увольняться, и тут оп, вам делают классное предложение по работе. Ну, вот опять же, какие-то ягодки у него в руках. То есть, может быть, какая-то мелочь, но очень приятная, да. И всё-таки есть несколько ягодок, может быть, не одна. У кого-то даже в какой-то момент, знаете, сатисфакция проиграется, не то, что вы кому-то отомстили целенаправленно, а просто как-то вот события внешние будут складываться таким образом, что как будто бы вы кому-то отомстите, но при этом вы этого делать не будете, у вас не было такой задачи, да, вы занимались с твоими делами. Ну, как-то вот жизнь как будто покажет, где вы, а где ещё кто-то. И для вас это будет как-то, ну, победоносно, успешно, а для кого-то будет так неприятнее, какой бы там они фейс не напяливали, да, какую бы маску на лицо не пытались там, улыбки, доброжелательности, но как будто кому-то будет неприятно что-то, что вот у вас хорошо. Ну, это, знаете, проиграется именно не как зависть, а вот именно какая-то сатисфакция. Что-то здесь такое. Может быть, даже, кстати, у мужчины какого-то, у медведя, может быть, мужчина. Может быть, в принципе, человек, который заявлял себя более сильным, более интуитивно прокачанным, чем вы, как-то убеждал всех, убеждал себя в этом, а может быть, это буквально мужчина. Как-то здесь как будто бы вот транслировал одну линию развития событий как основную, как то, что будет. А на самом деле будет по-другому, как могли транслировать вы. Причем он мог говорить об этом очень, ну, вот прям говорить разным людям, может быть, даже где-то, транслировать эту информацию, какую-то свою убежденность. Как это было связано с вами однозначно. Может быть, он не указывал ваше имя, но как-то с вами все равно это было связано. Все понимали, что как бы он говорит это 50% про вас как минимум. Вы здесь могли в принципе по какому-то поводу не давать какой-то определенной информации, да, не транслировать, не проговаривать, не озвучивать, но при этом всем своим видом вы могли показывать, что вот ваша точка зрения отличная там и какого-то человека. То есть у вас есть кто-то, кто вас поддерживает, вы знаете, поморж с мороженком к вам. Может быть, вы не знаете, но есть кто-то, может быть, так даже условно скажем, встану в рога, кто всегда поддерживал и поддерживает вас. То есть вы этого человека как-то либо нейтрально воспринимаете, либо никак, может быть, вообще его не знаете, да, либо думаете, что он такой же, как вот все те, как какая-то определенная компашка, на самом деле здесь есть человек, который вот всегда был на вашей стороне. Возможно, он себя проявит каким-то образом. Вы узнаете о нем, например, если раньше для вас он не был какой-то отдельной единицей, да, как, ну, там какие-то люди, какие-то люди, какие-то там, не знаю, друзьяшки, люди как-то связанные между собой, и вы как-то, может быть, даже в лицо там всех не знали, не вспоминали, вам это было неинтересно. Здесь какой-то человек прям может проявиться, но он с мороженым, да, как будто бы к вам с какой-то доброжелательностью. Ну, вы сможете по-разному воспринять, вы можете не поверить в почти каким-то это лицемерие, кто-то может вполне себе доброжелательно также в ответ отреагировать, но это не человек, с которым вы прям будете потом общаться, общаться, вы просто можете здесь узнать, в принципе, такой факт, вот, и все, и дальше лететь по своим делам. Ну, может быть, кому-то будет приятно это узнать, да, кому-то, особо никак не приятно, не неприятно, ну, просто вы об этом узнаете. У вас либо есть надежный друг, может быть, этот же персонаж, может быть, даже другой, там, если этот персонаж просто какой-то проходящий, да, просто информация для вас какая-то, и все, не тот, кто будет вашим другом, то у вас здесь правда есть какой-то надежный друг, либо будет. Может, вы знаете, как здесь было, кто-то говорил, что, вы человек-одиночка, что у вас, типа, нет друзей и не будет никогда, что вы всегда будете там злые, одна или один, а здесь у вас, скорее всего, уже есть, либо будет какой-то надежный друг, как будто вот прогнозы кого-то не оправдаются, вот какая-то такая здесь тисфакция. Ну и какая-то, знаете, обезьяна в наушниках, просто будет палец в рот засовывать, типа, смотреть, наблюдать такими невинными глазками, да я ничего не говорил, я тут вообще ни при чем, да мне вообще нет никакого дела, и на самом деле до этого там могло быть очень много разговоров о том, что я здесь не обезьяна, а очень мудрый человек, я знаю, как будет. Рыжая кошка, рыжий котенок, это кто? Ну это какой-то птица-говорун, это скорее всего, наверное, девочка, женщина, ну в плане не мужчина, да, потому что по этой розовой карте вряд ли будет мужчина, человек, который говорит о чем-то, либо который очень любит разговаривать, даже если просто своими друзьями, подружками много говорите, ну вот прям тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, много говорите. У кого-то может быть как-то работа, деятельность связана с тем, чтобы говорить, может быть, в соцсетях вы как-то себя транслируете, опять же, это не фоточки, это не какие-то посты, тексты, это именно вот формат говорения, аудио, видео, но вы именно говорите о чем-то. И что здесь? у вас очень классные энергии выравниваются, если вас, например, раньше называли кошкой, то какой-то здесь может быть черной кошкой, одинокой кошкой, которая портит все, когда появляется, что-то такое могло быть либо даже как немножко в оскорбительном тоне, а здесь вот ваши энергии, они как-то становятся более теплыми, более солнечными, более успешными, и как будто бы вот еще какие-то люди с вами, за вами, кто-то дружит, кто-то наблюдает, кто-то поддержит, согласен с вашей точкой зрения и так далее. Никакой вы сильно на это не надеетесь, но где-то в моменте какой-то ситуации вы можете увидеть, как будто бы, знаете, у вас будет немножко взгляд со стороны, и вы вот прямо увидите, что кто-то вот там прям конкретно вас поддерживает в чем-то. Вообще, у вас в код сейчас время триумфа, вот за что бы вы ни брали, что бы вы ни говорили, как-то у вас здесь все складывается классно. Может быть, вы здесь уже вообще ничего не ждете, да, и делаете вот именно то, на что вас вынуждают обстоятельства, как-то свои тут уже все мечты, идеи отложили в сторону, и вот вас прям поддерживают вообще абсолютно во всем. да, но если продолжить тему кошки, этих теплых энергий каких-то, знаете, энергии отдыха и ласковых энергий, то здесь, посмотрите, кот или кошка сидит на птичке, летит куда-то, может быть, даже руководит каким-то процессом. здесь так классно, хорошо, да, триумф, и причем, смотрите, какая-то справедливость здесь такая, знаете, мантия монарха, да, или кого-то, или епископа, здесь какая-то даже справедливость, признание вас кем-то, ну, скорее всего, даже не определенным человеком или людьми, как будто вот обществом в целом, социумом. Если какое-то вы чувствовали отвержение, может быть, по вине кого-то, либо вы не знали, что это с кем-то как-то связано, ну, вам здесь не нужно, в принципе, да, связывать это таким-то человеком, что он виноват, да, как будто, ну, вы здесь больше про себя, про какие-то свои моменты, которые нужно было проработать, вот, но по большому счету здесь может быть кто-то вас прям вгонял в отторжение, не хотел это видеть, чтобы самому сиять, потому что понимала, что на фоне вас сиять не сможет, то вы здесь как-то вот возвращаетесь своей энергией, может быть, возвращаетесь в какое-то место, в какую-то компанию, каким-то людям, в какую-то деятельность, может быть, у кого здесь даже проиграется, что вы возвращаетесь на старую работу, на которую вы никогда не думали, что вернетесь, да, тут вдруг, может быть, даже за пару-тройку, не знаю, там, пять лет настолько сильно изменилось в жизни и в вашей жизни конкретно, что вы здесь уже как будто можете вернуться, но здесь как-то триумфально, здесь не так, что вот у меня что-то не получилось, поэтому там я возвращаюсь куда-то, нет, здесь наоборот, триумфально как-то, может быть, вас какой-то приглашает туда, как-то уже в другом статусе, здесь классно, но вы стали однозначно более дружелюбны, раньше были более агрессивны, вполне возможно, что у вас были объективные причины быть более агрессивными, но вы стали как-то сейчас милее, добрее, и вам это помогает однозначно, у вас-то прям как-то выводит свет, и с такой, знаете, какой-то позиции, что к вам прислушиваются, вы нравитесь, здесь очень хорошо, есть правда какой-то триумф, расцвет, какая-то классная энергия, далеко, знаете, не грустного окончания лета, наоборот, как-то здесь продолжение лета, даже осенью, либо вообще какого-то нового начала классного, но я бы не сказала, что оно прям горячее-горячее, оно какое-то теплое, оно какое-то симпатичное, оно какое-то милое, и из него уже можно развить вот по максимуму то, что вы хотите, в том числе и горячее, да, если, например, вы понимаете, что ваши родные энергии это королева жезлов, а может быть вы наоборот уже не захотите прям такой энергичности и проявленности по максимуму, может быть вы наоборот будет уже более комфортно в таком более спокойном тоне, вот как-то так, много слов, надеюсь, кому-то было полезно, благодарю вас, будьте счастливы в каждом дне, находите свое личное солнце, будьте солнышком, пока-пока.